Всех приветствую на нашем канале Строй Дом своими руками. Тема будет про проектор. Я попробовал сначала проецировать на обои, но вот из-за того, что на обоях есть вот эти щербинки небольшие, собственно, они дают неполноту картинки, хотя, в принципе, уже нормально. Ну и самая большая проблема, то что на заднем фоне у меня еще розетки. Вот это, наверное, самое плохое. Я попробовал поставить профессиональный экран. Мне он понравился, хорошая штука. Взял его у друга, но возвращаю обратно, потому что, во-первых, он не мой, а во-вторых, экран маленький. Он двухметровый, а мне он 2,30. Что я сделал? Я сейчас заказал на китайском сайте простое полотно, 1000 рублей цена вопроса. И мы сейчас с вами просто сделаем подсистему для этого экрана и повешаем его вот на это место. И будет у меня классный свой личный кинотеатр. По поводу того, нужно ли или не нужно проектор, друзья, 100% берите. Вот реально, телевизор такой диагонали, даже не такой, меньше диагонали, будет стоить 60+. Проектор стоит 27-25 тысяч, ну и экран 1000. За 30-ку вы сделаете себе крутейший кинотеатр, от которого будет восхищаться вся ваша семья, и вы вместе с ними советуем. Сейчас я еду за деревом и начинаю собирать конструкцию. Смотрите. И вот наш материал. Вот это мы будем сейчас пилить. Правильно, вот это? Плодит косок. Правильно? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Слушайте, ну неплохой материал из яблонки получается. Калиброванный, ровненький. И все это, сучка, резкой. Так, понимаю, что вам ничего не объяснил, а вот вопросики-то остались, да? Давайте покажу, что за оборудование у меня было в руках. Так вот, пила цепная аккумуляторная. ДК-С-ХС-40 ПРО. Два на четыре. Это, ну, две батарейки. Шестьсот пятьдесят оборотов в минуту, шестнадцать дюймов пильный диск. Точнее, в данном случае не диск, а шина. Нет, ну это первая сучка-резка у меня, которая вот так легко натягивается. Хоп. Смотрите, и все. И осталось всего лишь дотянуть. Теперь цепное масло и аккумуляторы. Чего не хватает, правильно? Это система защиты. Ну, а, собственно, как я работал данной сучка-резкой, вы уже видели в начале ролика. Продолжаем наши работы. Но вы же понимаете, что прежде чем начинать пилить, нужно замерить экран. А для этого шторы нам не нужны. Два двадцать три на сто двадцать девять. У меня экран будет два тридцать на сто тридцать. Соответственно, я отпиливаю сейчас две по сто тридцать, две по сто двадцать и две по два двадцать. И будем собирать. Ну, и пару косауров обязательно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, чтобы вы понимали, это я сейчас делаю для того, чтобы полотно немножечко от дерева отошло. Либо я должен был пройти рубанком. Ну, так проще просто и дешевле. Сейчас я сюда наклеиваю вот такой вот пластиковый уголок. И он отстоять будет от деревяшки. Соответственно, ткань ляжет, будет ровненько и красиво. Телевизор шестьдесят пятой диагонали и рамка сто двадцатой диагонали. И ценник семьдесят пять тысяч. И вот это все мероприятие тридцатка максимум. Пока Женя гладит экран, моя задача определиться по проводке. Не проходит ли там нигде медный провод. И, ну, чтобы просто сейчас никакого трабла не было, никакой проблемы. Делать это я буду, как всегда, моим любимым аппаратом для поиска проводки. Но есть один интересный момент, друзья. Вы его уже помните. Я его как-то вам показывал и досконально рассказывал, как им находить любые металлы. Это кольцо сейчас является любым металлом. Но эти ребята, компания FNIRSI, в этом году обновились до новой версии аппарата. Теперь это интеллектуальный, понятный, интуитивный прибор, который максимально адаптирован под русского пользователя. Причем он имеет теперь русский язык и очень удобный и интересный интерфейс. Внешне он выглядит точно так же, как и тот самый прибор, который вы уже знаете. Сейчас мы их сравним. Тыкс. Все. Теперь все на русском. Зарядный провод, инструкция. Кстати, он теперь на русском. Так что намного стало удобнее. Почему сегодня, друзья, я вам рассказываю про этот аппарат еще раз? Да все просто потому, что в прошлый раз я функционалу уделил недостаточное внимание. И не рассказал вам о том, что этот детектор может обнаруживать металлы, стальные прутья, медные трубы, кабели, скрытые в стенах, потолках и полах. А также деревянные балки, металл и тросы под гипсокартоном. В обновленной версии вы получаете инструкцию по эксплуатации полностью на русском языке. И это лишает возможности вас совершения каких-либо ошибок. Все интуитивно понятно и все очень просто. Немножечко об интерфейсе. Аппарат может показывать глубину обнаружения металла. Посторонние объекты, обычно это дерево, переменный ток, металл, магнитный или металл, или не магнитный. Также на экране вы видите заряд батареи, значок звука, можно звук отключать. Теперь о его возможностях. Аппарат без труда находит черный металл на глубине 12 см, цветной металл на глубине 10 см, синий, переменный ток 50 мм, одножильный медный провод 40 мм. И народное вещество, но обычно имеется в виду дерево, до 38 мм. А также он имеет автоматическое отключение, если вы им не пользуетесь. Через 5 минут. Я раньше не знал, что за кнопка с изображением колец древесины. На самом деле, нажимая ее, мы входим в режим обнаружения посторонних предметов. Что могу сказать? При том, что аппарат и первой серии, и второй серии стоят примерно одинаково, в данном случае все более наглядно и удобно. У меня получается, что одно отверстие прямо над выключателем. Нет, тут нет металла. Отлично. Тут чисто. Все, готово, Жень? У нас возник вопрос, и, кстати, друзья, вам это тоже пригодится. Смотрите, вот эта штука, она очень интересная. С одной стороны она блестит, у меня у дочери такая же куртка светоотражающая, а с другой стороны она вот такая просто белая. Но они на ощупь, здесь вот такая она как глянцевая, а вот здесь как матовая. Да, я предлагаю сейчас свернуть в половинку. Сын, мы сейчас с тобой должны понять, какая ярче, смотри. Ну, видно же, что нижняя ярче, да? Мне кажется, верхняя? Нет, нижняя. Да, 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 видно сразу, вот которая левая, а она поярче. Вот которая белая, вот ее. Вот это у нас телевизор новый, а? Диагональ-то какая, сын. Только не похож. И сделан-то из дерева и тряпки всего лишь, представляешь? И одного оборудования, да. Это мы вырубаем. И вот это мы вырубаем. Вот это красота, а! Вот это монитор. Никуда за грани не выходит же? Да, 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 нормально. Там телек. Да, смотри, классный. Классный, крутой телевизор. Давайте я вам покажу, как это выглядит. Чтоб вы понимали, друзья. Да, ну даже днем видно нормально. Ну да, да, при свете начнется. Ну понятно, что... Ну хотя при свете, если свет попадает, на него телек гликует. Вот так, друзья, тысяча рублей и, собственно, все готово. Смотрите, просто тканью. Без каких-то люверсов и так далее. Просто ткань. И вот такой же, строите каркас, настреливаете, и проблем нет. Получилось классно. У нас теперь огромный телевизор, 120-я диагональ за 20 тысяч рублей. Это шикарно. Ну, 20 там, с копейками. Все, рад был вас видеть. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok